Роман «Феникс», за который я получил русскую премию, в одном только издательстве претерпел четыре переиздания. И первое издание так счастливо продалось. А потом второе уже после того, как изгнали первого нашего правителя, президента. Дело в том, что в моем романе рассказывается о том, как в древности... А книга была написана в 1989 году, что изгнали царя. Это было тогда, когда еще и не изгнали в Бразилии. Получилось, что это было как предсказание. На этом у нас двух издания закончилось, но дело в том, что в книге Моя Невуна написано, что изгнали второго царя. И действительно, потом мы второго царя отправили в Геннадию. И тогда мои третьи издания проскочили по стране. А четвертый, не знаю почему, но тоже очень хорошо продается. И эта книга стала бессилером. Ну, надеюсь, еще... Ну, у меня, правда, нету там, чтобы прибыли, скорее, где-то на... Ну, вот на этом, такая политическая плоскость, я немножечко перейду к теме нашего. Вот, в сегодняшней заявленной теме, там, литература и общество Средней Азии. Когда, вот, уважаемый Реймидор, очень почитаемый Кыргызстанин, потому что он первым исследовал афганских и помирских кыргызов. Он знает, что они прекрасно, кыргызский язык. Лучше нам знает помирские, афганские и диалеты, да? Вот, когда он пригласил нас сюда, то я думал, будем говорить об истории. Поэтому я специально надеюсь, что он факт, чтобы историческую, ладно, показать. Если наши тюкменские друзья в Звегистане чувствуют себя комфортно, то Кыргызстаном можно сравнить с Лапасом. Знаете, здесь такая маленькая страна в Латинской Америке. Каждая неделя там происходит революция. Действительно, у нас в Кыргызстане слишком сбитых свободы, но, значит, не пустить, если не пустить, как говорится, денег. Огромный. Не пустить денег. В чем отличается Кыргызстан от других стран? В том, что Кыргызстан – это страна в процессе. У нас, значит, не только политический процесс, но и происходит и литературный, и творческий процесс. Потому что страна действительно бурлит. Она не находится, как другие страны, в глубокой стагнации. Вот сейчас мои друзья от Центральной Азиатской Республики сказали, что действительно в последнее время, значит, литераторы у нас абсолютно отсутствует творческая интеграция, значит, в Центральной Азиатской Республике. Потому что мы не знаем, допустим, туркменских писателей, узбекских писателей, о чем они пишут, какие там, значит, есть писатели, поэты. Абсолютно у нас, значит, как бы между нами Берлинская стена. Мы хорошо знаем процесс в европейской литературе. Допустим, Мишеля Уилбека знаем, Иоанн Бенкса знаем, и турецкого писателя знаем. Но вот этот процесс друг друга, значит, обмен литературой абсолютно отсутствует. Потому что у нас во время Советского Союза была мощная интеграция в литературном плане. Я вот выражаю огромную благодарность нашим французским друзьям, что нас, значит, именно здесь, в Париже, они как бы свели. Я думаю, значит, нам нужно встречаться почаще, обменяться, потому что литература без обмена, без интеграции, она как бы считается литературой. Поэтому нам нужны встречи, общения. Но для этого мы должны, прежде всего, найти у себя площадки, у себя в Центрально-Азиатских республиках, в Ташкенте, в Бишкеке, в Душамбе. И вкратце, современной кыргызской литературе хочу рассказать вам, что действительно у нас много писателей, значит, сегодня, значит, примерно 700 членов Совета писателей, да? Но у нас есть, как говорится, творческая свобода, но в последнее время, вот после Айтматова и после, значит, нет, после Айтматова и после такой Асакала, живого классика, Талия Бибрагима, нам очень трудно писать о чем-то, понимаете? Поэтому, значит, сейчас у нас идет, как бы, процесс становления литературы, современной литературы, потому что мы потеряли не только ориентиры, но и духовные, как бы, ориентиры, поэтому современные писатели Кыргызстана находятся, как бы, в этом, в таком люфте, что кыргызская литература в обморочном состоянии, поэтому, я думаю, у нас действительно есть новые писатели, новым взглядом, новые представители, новая генерация писателей, молодых писателей, и мы ждем от них новых совещаний в области литературы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ